Добрый день, дорогие друзья и читатели! Сегодня, в этот солнечный августовский день, я хочу презентовать книгу «Взирая на разбросанные звезды», автор Лидия Жабутинская. Автор перед вами. Книга – это книга юбилейная, она десятая. Формат у нее немного больше, чем все остальные. Мне так захотелось сделать какое-то наиболее, в твердом переблете, уже более значительное художественное произведение. Внешне. Она состоит из четырех частей. Это стихи, это проза. Стихи – я люблю путешествовать, и, конечно, эти путешествия всегда отражаются в стихах. Первая часть – «Тунисская тетрадь». Затем, конечно, я была не только за рубежом, я была в многих городах нашей страны. Питер, Ленинград, Санкт-Петербург, питерский дневник. И еще одна часть – это когда я немного позволила себе прозаические вещи, это рассказы о том, как я путешествую, вижу людей, и как это отражается в моем сознании. Их интересное настроение – это и настроение погоды, и природы, и, конечно, мое личное ощущение от нового и увиденного. «Тунисская тетрадь». Получилось так, что несколько лет назад, и это было уже давно, я была в Египте. И вот «Тунис» спустя много лет, почти полвека, сорок пять, и вот я в Африке опять. То же солнце и те же пески, от Каира «Тунис» недалеко, им Сахара обоим сродни, пять часов зарубежного лета. Те же волны, и климат один, и похожая в целом погода, и придет по пескам бедуин в ярких красках заката, восхода, где барханы, где ровная гладь, или песчаная буря в пустыне, горизонта почти не видать. Не один ты в песках и до ныне, здесь с тобой караван, а верблюд — верный друг и надежный помощник. Он тебе доставляет уют, скоротать одиночество проще, если надо что. Вот колесо вертикальное, и эта примета, обжигающая зной и лицо, ожидающая привета. В природе я люблю и, конечно, лето, но и зиму. Белый пушистый снег, я люблю кататься на коньках, и до сих пор катаюсь. И вот небольшое искотворение. Размойшистые ели нависли надо мной, и кружат карусели. Ну просто аж рай земной, он зимний, он полярный, это белый рай. Беги и наслаждайся, и холод не ругай. Оденься потеплее, с морозами не шути, и встанет он добрее и мягче на пути. В одной из частей, конечно, есть стихотворение о Великой Отечественной войне. У меня немного, но они есть. Прохород. В чистом поле с букетом цветов Стоит старый солдат на участке сражения. Не скрывая слезы, уж следы не видны, Но он помнит свое поколение. Вспоминает он молча однополчан, Что остались навечно в армахе траншеях, И места, где полковник тогда воевал, Заросли, и остался лишь шелест движения. Нет ни грохота, ни канонад, Все бурьян и трава луговая, А в глазах у солдата стоят и стоят Те позиции, жаром пылая. Несмотря ни на что, отстояли они Те поля, эти русские сотки. Честь из них полегла, отражая огонь, Замерев навсегда на высотке. Я уже сказала, что я люблю путешествовать и по нашей России, И, конечно, один из моих любимых городов – это Ленинград, Санкт-Петербург или Питер. Я заболела Ленинградом, и это было так давно, И Питер был как будто рядом, Он шел с экрана, а окно, что Петр прорубил Европу, Смотрело ярко и светло, И были милые надежды, и будущее далеко. И Питер брал в свои объятия, Всю целиком не пожалев, И есть у Питера собратья, Они встречаются средь дев, Как мимолетности тревожны, Средь них витает дух добра, Он похищает осторожно, И в этом трепете судьба. Это стихотворение, но небольшая часть, Она посвящена моим путешествиям. Одно из них было «Навалан». И вот эта книга посвящена воспоминаниям, встречам И моему отношению к этому красивому, хорошему и доброму нашему миру. Спасибо. Спасибо.